В Тимирта у сотрудников детского санатория напугало объявление о предстоящей реорганизации. В планах чиновников превратить учреждение в современный оснащенный центр реабилитации. Перемены начнутся с капитального ремонта и прием детей на это время остановят. Специалисты уверены, им работы в таком месте не найдется. Да и сотни детей, которые каждый месяц проходили там лечение, больше не смогут так легко посещать это учреждение. И лишь чиновники не теряют оптимизма. Почему, расскажет Айгирин Бухтаева. Тимиртауский филиал санатория «Березка» каждый месяц принимает по 100 детей от 4 до 14 лет. Такую стабильность медики объясняют просто. Их город один из самых экологически неблагополучных в стране. Здесь получают скромное физиолечение, массаж, главная гордость, новенькая соляная пещера и бассейн. Оборудование уже давно устарело, но спрос от этого не падает. Те диагнозы, с которыми сейчас находятся у нас дети, они, так сказать, мало оплачиваются. То есть на каждого пролеченного ребенка оплата идет очень низкая. Да, из фонда обязательного медицинского страхования. То есть мы сами себя не оправдываем. Те деньги, которые мы зарабатываем, нам хватает только на оплату заработной платы сотрудников. Ну, может быть, добавить нужны какие-то другие диагнозы, более высокооплачиваемые, чтобы мы могли сами себя окупать. Объявление о том, что санаторий войдет в состав центральной больницы, сотрудники восприняли со страхом. Они уверены, когда учреждения переделают в современный, оснащенный по последнему слову техники, реабилитационный центр, им, пусть и опытным специалистам, работы там не найдется. А предстоящий ремонт, на время которого заведение остановит прием детей, лишь повод, чтобы избавиться от старого персонала. Реорганизация, убеждены собравшихся и маленьких пациентов, лишит регулярного здорового отдыха по типу лагеря. Специалисты призывают не зацикливаться на рентабельности, когда дело касается детей. Сделать ремонт в подвале, на крыше можно же сделать, не реорганизовывая, не делая этого. И почему чиновники, депутаты, я к ним хочу обратиться, почему вы не можете достойно организовать обеспечение детских учреждений без этих ФОМС, там не выделили, там не дали, там у них дефицит. Нет, бесплатно детям, так пусть бесплатно выделяют детям, на ремонт, на все это. Не надо вот таких реорганизаций. Руководство от здравоохранения заверяет, что без работы не оставят ни медиков, ни педагогов. Их определяют в школы и больницы. К тому же потребность в узких реабилитационных центрах растет, а значит, центру нужно обновляться. Ведь нынешние комнаты, кровати, оборудование уже не соответствуют ни сегодняшним санитарным нормам, ни даже нормам безопасности. В плане, конечно, с учетом потребности, может быть, будут они принимать и другой профиль детей, кроме соматических, может, неврологический профиль и так далее. Но это будет все известно после проведения капитального ремонта. Пока же они работают в штатном режиме. У нас около 4000 детей, которые страдают неврологической патологией, в том числе и детским церебральным параличом. Естественно, тенденция идет к тому, чтобы реабилитацию развивать в данном направлении. Пока сотрудники санатория и чиновники не пришли к согласию, персонал намерен отстаивать здание и свои рабочие места. Чиновники же надеются наладить диалог и убедить коллег в своих бескорыстных благих намерениях.